Добрый день, уважаемые слонимчане! Хватит, наверное, говорить об инфекционных заболеваниях. Тут был у нас ряд роликов. На сегодняшний день хочу затронуть такой важный аспект работы санитарно-эпидемиологической службы, как надзор за торговыми объектами. Если подписаны на наши телехрам-каналы, на наш инстаграм, или посещаете наши сайты, то, наверное, видели, что мы публиковали определенные материалы по результатам государственного санитарного надзора за торговлей. Сегодня такой немножко обобщающий материальчик будет. Просто хочу напомнить нашим, так сказать, слонимчанам некоторые моменты. Во-первых, торговлю мы проверяем. Да, может быть, не всю проверяем торговлю, я имею в виду торговлю продуктами питания. Не до всех успеваем своевременно добежать. Но вместе с тем определенные надзорные мероприятия за торговыми объектами проводятся. В частности, за январь месяц текущего года мы охватили надзорными мероприятиями 12 объектов. И вот из этих 12 объектов, ну, на всех мы нашли нарушения определенные. Были и текущего характера, по типу где-то что-то надо подремонтировать, где-то что-то надо там подкрасить, где-то что-то надо там заменить. Но, к сожалению, было и находили мы недоброкачественную продукцию. В частности, из этих вот 12 объектов больше 240 килограмм недоброкачественной продукции мы изъяли. То есть, можно посчитать это примерно 20 килограмм на один объект. Конечно, ко всем виновным будут применены определенные меры. То есть, мы всего из этих выдали на сегодняшний день 7 рекомендаций, 2 предписания по выявленным фактам нарушений. И к административной ответственности уже привлекли трех виновных лиц. И, в принципе, в отношении, снова-таки, тех лиц, которые еще не привлечены по данным фактам, начат административный процесс, идут определенные разбирательства. И если действительно их вина будет доказана, то тоже они будут привлечены к административной ответственности. Поэтому, я думаю, что в дальнейшем будем дальше информировать о результатах надзора. Ну, что касается правил поведения покупателя, просто смотрите то, что вы покупаете. Не торопитесь, когда вы там, например, идете с работы, торопитесь домой, забежали в магазин и накидали в корзинку того-сего. Там кинули молоко, кефир, хлеб, ну, вроде бы такие повседневные продукты. Немножко задержитесь, посмотрите сроки годности. Потому что, ну, из вот этой вот, из этих 240 килограмм взятой недоброкачественной продукции, там были у нас и молочные изделия, то есть молочные продукты. И мясные изделия были, и хлебобулочные изделия, кондитерские, овощи, фрукты. Ну, овощи, фрукты, конечно, там не просроченные, а с признаками порчи были. Но, тем не менее, просто смотрите иногда то, что вы покупаете. Лучше лишний раз пересмотреть, чем потом прийти домой, обратить внимание на срок годности, и потом начинаются там нам звонки, говорить, что вот мы были там, там, купили просрочку. Не, ради бога, если уже купили, то обращайтесь, будем рассматривать ваши обращения, будем назначать надзорные мероприятия и применять определенные меры. Но лучше предупредить, чем, если вдруг видели где-то там, что там, там, там продают просрочку или попалась вам на руки какая-то нехорошая продукция, вам кажется, ну, тогда уже можно же ее не купить, а там где-нибудь нам сообщили, позвонили, подсказали, что вот мы были там, там, тогда, тогда, обратите внимание. И мы действительно можем обратить внимание, выйти, посмотреть, если она есть. Значит, будем принимать все меры, предоставленные законодательством. Поэтому питайтесь правильно, качественными продуктами питания. Ну, и всем удачи, всем здоровья. Спасибо.